Наш режимчик, который все больше и больше увлечен массовыми репрессиями, он, по-моему, мечтает вернуть страну именно к этому идеалу. И да, всех выкашивает действительно. И вот то, что называется, жуть стала лучше, жуть стала веселее. Причем действительно теперь же всем понятно, что бояться бессмысленно, потому что кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, но придут все равно. И сейчас мы видим, вот как на карте с огоньками гаснут последние огоньки мысли, закрываются редакции хороших новостных порталов, которые были чуть-чуть не так лояльны. Потому что Ньюс Роу не был чисто оппозиционным изданием. Все остальные закрывшиеся тоже не были чисто оппозиционными. Разумеется, бедняга Пивоваров, который угодил под арест, и бедняга Гудков тоже это на самом деле весьма и весьма условные оппозиционеры. Но грибут всех. Всех грибут. И совершенно неправильно думать, что это перед выборами некая зачистка. А потом все эти государственные вампиры вдруг порозовеют, смоют трупные пятна, сходят к донтистам, удалят, значит, вампирские клыки и станут какими-то другими людьми. Вот абсолютно надеяться на это не надо. Давильный не прекратится. Вот создан этот абсолютно избыточный, гигантский, неподражаемый, давильный всего живого аппарат, который плодит и плодит уголовные дела, плодит и плодит опыски, дострелы. Ну, еще не расстрелы, но все впереди, ребят. Во-первых, потому что ничего больше эти люди делать не умеют, а послужить Отечеству им хочется. Я их понимаю. И они, кстати, избрали абсолютно верный путь, потому что этому Отечеству только таким образом служить и можно. Это действительно страна посадок, страна пыток, страна опричнины, страна ГБ, а все остальное население, это просто для того, чтобы ГБшникам было бы кого пытать и кем заниматься. Вот просто надо это понимать. Но вот эта вся хинея, она материализуется и становится для нас, для всех правилом жизни. Ну, вот такое вот перепроизводство уголовных дел, перепроизводство репрессий. Вот представь себе, открылось бы, Оль, ну, открылось бы 10 тысяч, вот 10 тысяч заводов по производству резиновых вагин и резиновых задниц. Ну, вот овладели бы этой технологией 10 тысяч, и тогда это было бы везде. В резиновых вагинах выходили бы митрополиты на сылью. Вероятно, в детских садах они использовались бы как подставки для цветов и вазы. Они были бы в трамваях, они лежали бы кучами на улицах, они были бы везде. Вот это вот перепроизводство насилия, перепроизводство репрессии, мы видим сейчас то же самое. Потому что очень смешно, конечно, когда все думают, что сейчас вот передавят всякую либеральную мерзость, да. И затем, да, эти люди, эти люди обнимутся, вот палачики обнимутся, распрощаются и уйдут там в чеканщики, в водители, в фельдшера, ничего подобного. Надо же еще велосипедистов репрессировать. Нет, нет, еще много перспектив. А вы знаете, какой интересный момент, простите, Александр Клебович, вот сейчас, когда вы говорили о разрешении, приказе расстреливать детей из 12-летнего возраста за определенное преступление, нам тут же написали, я жила при СССР и ничего подобного не помню. Ну, ее не расстреляли, поэтому она и может написать тебе сегодня. Просто я на всякий случай обращаю ваше внимание, что речь идет о все-таки довольно давних, если вы жили в 30-е годы, может быть, вы действительно просто не помните, давно живете. Но, тем не менее, это было абсолютной нормой. Да, но не до 80-х. Не до 80-х, разумеется. Но вот надо понимать, что единственное, что может производить, единственный продукт, который может производить развитой путинизм, это посадки невинных, обыски, допросы с избиениями, с унижениями. Это все делает цыганьком. Так я как раз говорю о том, что люди, наверняка и сейчас живущие, ничего такого не замечают. Они этого не замечают точно так же, как твоя собеседница, только что задавшая вопрос, не замечала. А очень многие люди жили и не замечали. Очень многие люди в нацистской Германии не подозревали и не замечали и не верили в наличие концентрационных лагерей, пока американцы не привозили их в эти лагеря и не показывали эти шеренги трупов. Очень многие, кто не верил, но я могу сказать, что вот когда всю эту либеральную мерзость уничтожат, то вот те, кто сейчас верещат в таком оргазмическом счастье, ты посмотри, сколько в них огня, сколько радости, сколько жизни в пропагандонах, которые рассказывают об арестах Гудкова или того же самого Пивоварова, они тоже будут перемолотые, потому что, и я вот не удивлюсь, если через пару лет... Как тот же Ежов, простите. Да, будут мелькать видосики, как Рудольфович Соловьев прячется в большой добрый Альбас, чтобы согреться в лагере, да, а Скобеева из одного котелка чиферит с Женей Ройзманом. Вот не буду я удивлен. Диктатуры никогда не бывают благодарны за верность. Это иллюзия, да, они всегда, сожрав дальних, принимаются за ближних. Мы много раз это проходили. И отметь, Оля, что практически все то, что я говорю, сбывается с почти математической точностью.